Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Итак, передача у нас об искусстве, культуре, литературе, об исцелении искусством Знаете, сразу речь пойдет вот об этом замечательном диске, который лежит перед нами Я хотела бы показать его зрителям Диск называется «Первая любовь» Сарасаты Пабло де Сарасаты Это великий был испанский скрипач и композитор Который вошел в историю как один из величайших скрипачей-виртуозов и композиторов Которые популяризировали произведения испанской национальной музыки Он это переложил для скрипки И вот о его творчестве и о его жизни появился у меня рассказ Потому что диск, в общем-то, записан немножко не в стандартном формате Здесь рассказ, который создал ваш покорный слуга И музыка Сарасаты и Пейцолы То есть говорить вкратце, вы играете музыку и сам же начитываете текст На концертах вы то же самое делаете? На концертах это уже идет в формате некого такого моноспектакля Но мы сделали вот такой вот, создали такой диск по аналогии радиоспектакля, как это было когда-то в нашем детстве Когда я работаю над произведением, я анализирую не только само произведение, но и ту мотивацию, которая привела к тому, что композитор написал эту музыку То есть что с этим было связано, какие факты его биографии И для меня раньше появлялся некий рассказ, который помогал мне просто, может быть, глубже охватить материал и передавать А поскольку времена немножко поменялись, и мне приходилось со сцены еще что-то говорить Вот эти самые мои исследования обрели некую форму такого рассказа Анализируя произведения Сарасата, играя эти произведения, я вдруг обнаружил, что имея возможность писать от души и душой общаться с публикой Он почему-то сделал это в одном из произведений, и дальше больше он этого не делал А в основном его произведения изобилуют вот такими эффектами технического порядка, которые интересно было бы зрителю То есть мне было интересно, почему же он замкнулся, что происходило, почему он, имея такую возможность душой охватить, если можно так выразиться Почему он именно показывал вот эту мишуру и вот эту вот внешнюю сторону исполнительского искусства И вот у меня появился такой рассказ о его первой любви Что вот он посвятил это произведение, в данном случае речи о цыганских напевах Вот первую половину он посвятил этой самой любви, которую он когда-то предал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И рассказ начинается с того, что он, это его последний концерт, 1908 год, когда он скончался в Германии Сыграв первую половину концерта программы, он вошел в артистический и не сумел нащупать маленькую золотую скрипочку амулет Вот это факт, это факт из его биографии Я когда-то читал, у великого есть такой был педагог Карл Флеш И он написал, как бы предостерегая молодую поросль от того, чтобы заводить себе там фетишек или на что-то там, так сказать, вы понимаете, амулеты разные, так сказать, вот это вот все Предметы суеверия, да, чтобы не заводить себе подобного Он привел пример Сарасата о том, что вот у него был такой предмет, и когда он не сумел нащупать, с ним случился удар, инсульт, и он умер впоследствии Представляете, это какой удар, да, вот человек всю жизнь считал, что, верил в это, да, вот в эту золотую скрипочку, считал, что он обязан этой скрипочке своей мировой карьерой Как золотому тельцу Вот, совершенно верно, то есть вот мы тут как раз и подходим близко, да, к вопросу веры К вопросу веры Когда не сумел это сделать, его парализовало, и он лежит парализован, и вспоминает вот то самое предательство, которое он совершил В юности придав любовь, и так и не обретя за всю свою жизнь счастье, то есть он обрел мировую славу, он стал тем, кем он хотел стать, но потеряв при этом очень дорогой ценой, скажем так Дорогой ценой А любовь это Бог? Вот, да, собственно, это то, что пронизывает нас всех, всю Вселенную Любовь это Бог У нас человек пока что еще не крещеный, скажем так Ну, да, я родился немножко в другой вере, скажем так Да, да Господа, вот, и, ну, только один пример могу привести, Яуган Себастьян Бах, да, которого называют апостолом, от, как бы, он своей музыкой, он, еще один евангелист, только он писал не словами, а музыкой Потому что вся нота, вся его музыка, так сказать, пронизана именно вот этой божественной, божественным духом, и он рассказывает всю Евангелие, можно сказать. Я могу, кстати, часами рассказать об этом, потому что, анализируя его произведение, которое написал Бах для скрипки, и очень много читал исследователей, которые исследовали его музыку, и, кстати говоря, там огромный пласт. Огромный пласт, там указывается всё, то есть там столько знаков, представляете, вот в этой музыке, там есть знак Христа, там есть знак распятия, там кусок совершенно потрясающей красоты, например, в чеконе, да, которое называется «Моление о чаше», «Моление Христа» в Гефсиманском саду, ну и так далее, и так далее. То есть, как, не имея это всё в душе, можно это всё играть? По-моему, никак. Вот, поэтому, в общем, конечно же, это всё есть. Поэтому мы здесь с вами. На этой почве нас, как говорится, Господь освил. Да, а то, что касается крещённых, не крещённых, ну, так сказать, я родился в иной немножко среде, да, и в другой семье, ну, это тоже Ветхий Завет, так называемый, если говорить христианским языком, да? То есть, это всё тоже имеет одни и те же корни. Одни и те же корни. Да, совершенно верно. Вот, раз уже пошла такая интересная тема, недавно вы играли на концерте «Святители Петерима». Вы стояли на сцене, вы играли классические произведения искусства. Ну, может быть, вам запомнилось что-то, что-то яркое в этом событии? Это появилось яркое, во-первых, то, что это проходило, концерт состоялся в зале института МИД, если вы знаете, то этот институт был когда-то открыт одним из наших царей, вот, и в разные годы носило разные названия даже, имени Сталина даже было когда-то в советские времена. Но там был построен такая домовая церковь, прям внутри этого института, и там иконостас, и там проходят службы. Вот, и меня удивило просто то, что я вдруг оказался в церкви, то есть я не знал, что там есть такой зал, и я вдруг оказался непосредственно в храме, была небольшая служба. Всегда приятно, когда у тебя есть созвучие, так сказать, с тем, с той аудиторией, которая сидит в зале, и когда в зале сидят духовные, духовно обогащенные люди, и когда ты пытаешься, как бы, ты с ними говоришь, как бы, на одном языке, вот, вот это вот важно, о чем я говорю, языком музыка. И я хотела бы еще задать один вопрос. Вы не очень любите говорить на эту тему, но я хотела бы спросить, попросить вас рассказать о том, как вы играли для самой принцессы Дианы. Моя поездка в Лондон преследовала иные цели. У меня был вопрос в том, чтобы поехать и встретиться с великим скрипачом Ягуди Минухиным, пластинки, которого я с детства слушал, потому что тот импресарий, который у меня появился в то время в Лондоне, он очень хотел меня представить сэру Минухину, и выступать пришлось. А выступать пришлось для закрытой публики. Это был некто сенатор из парламента Великобритании, вот у него в замке был небольшой концерт, в котором присутствовали очень много таких официальных лиц, в том числе была и вот принцесса Диана. Я тогда плохо понимал, кто это. В общем, от того, что мне объявили, и вокруг был ажиотаж некий такой, мне это ни о чем не говорило, потому что я был уже расстроен тем, что там не будет Минухина. То есть, вот как-то так получилось, я как-то готовился к этому, а тут раз, и вот, будет какая-то принцесса. Ну, что мне там, принцесса. Я понимаю, еще королева, да, вот такая королева, еще как-то мы на деньгах нарисованы, мы не знаем, а вот кто это, в общем-то в то время, это был 95-й год, в общем, было непонятно. Появилась действительно очень скромная, красивая женщина. Она, кстати говоря, действительно была необычной, в том смысле, что она вошла в историю, как человек, с одной стороны, очень много сделавшего добра, но, с другой стороны, это вот эта любовная связь, которая подогревала интерес общественности мировой к ее жизни, это тоже свое дело, вот, что она сделала. Ну, мне показалось, что она глубоко была несчастна. Я не знаю, почему. Вы скрасили ее несчастье, ее жизнь своей достойной игрой, Авнер. Я надеюсь. Ну, я тоже надеюсь, но я не знаю, это, наверное, кратковременный был такой момент, когда просто мы уже, когда закончили выступать, она подошла и всех поприветствовала и поблагодарила выступающих. И, поскольку я единственный был из России, она сказала, то есть там были все местные, были из Англии, а вот я был из России, единственный. И вот она попросила мне повторить произведение, которое я играл. Для меня было это странно, почему я и как. Вот, и я смотрел на нее, как бы апеллирую ей. И я где-то мне показал, что где-то что-то блеснуло, может быть. Вот, и, конечно, просто этот случай, он где-то у меня остался, как бы, позади моих воспоминаниях, потому что, ну, по-моему, Королева Бельгийская когда-то написала Давиду Федоровичу Ойстраху, они дружили в свое время. Вот, и она написала Короли Бренны, искусство вечно. Вы являетесь почетным членом жюри международного фестиваля искусств для детей с ограниченными возможностями, которые носят название «Арт-эзо-фест». Да, да. Вот, последний раз вы играли на фестивале и доставили, наверное, не меньшее удовольствие детям-инвалидам, не меньше, чем принцессе Диане, я хотела сказать. И ваше мнение об этом фестивале? Я очень горжусь тем, что я являюсь, так сказать, членом жюри фестиваля и, должен сказать, что я получил огромное удовольствие, вот в чем дело. Когда я смотрел и слушал ребят, которые выходили, превозмогая, как бы, вот, все эти проблемы физические и не со здоровьем, да, и они создавали вот эту потрясающую совершенно атмосферу творчества и красоты. Наша страна богата талантами, очень богата талантами. И очень много есть талантливых людей, детей, которые имеют проблемы со здоровьем и имеют. Вот, Маргарита, вы знаете очень хорошо, поскольку вы вплотную этим занимаетесь, вам за это низкий поклон. Спасибо. Потому что, действительно, мы должны обращать внимание на них, мы должны их поддерживать, чтобы они себя чувствовали полноценными, как говорится, гражданами своей страны и полноценными, как вам сказать, частью, что ли, искусства этой великой страны. Вот, вот, желание такое. Абсолютно с вами согласна. Благодарю вас, Авнер. Вам спасибо огромное. За эту прекрасную встречу. И я напоминаю, уважаемые телезрители, что вы смотрели программу «Арт-Изо» с Маргаритой Майской. И в гостях у нас сегодня был заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов, скрипач Авнер Верюс. Абсолютно с вами.